Всем привет! Буду очень удивлен, если кто-то понимает мою речь, так как предполагаемые зрители этого видео это скорее те, кто русского языка не понимает. Однако эта игра сделана по мотивам портативной игры, производимой в Советском Союзе с 1984 по 1995 годы. Поэтому использование русского языка для сопровождения этого видео, наверное, вполне уместно. Эта игра производилась на четырех заводах в России, на двух на Украине, а также на одном заводе в Азербайджане, где люди говорят почти как в Турции. Начну с нескольких технических деталей. Вес игры всего лишь около 50 грамм. Батарейки хватало на 6 месяцев, если не играть не более 2 часов в день. Кроме собственной игры можно использовать часы и будильник. Размер игры примерно соответствует небольшому джейпаду. Экран жидкокристаллический, монохромный. Однако основная часть картинки на экране нарисована статически и обычно цветная. Сама игра была точной копией японской игры Nintendo и G26 Egg, но все ее электронные компоненты производились в Советском Союзе. Отличия были небольшими, слегка изменили волка и вместо петуха добавили зайца. Это создало возможную непреднамеренную ссылку на пасхального кролика. Цена игры была довольно высока, примерно 15% от средней месячной зарплаты в Советском Союзе на середину 80-х. Но купить ее было непросто, спрос был велик. Эта игра была только одной из серий подобных игр. Некоторые игры из этой серии, которые производились в СССР, не имели прямых японских аналогов. Например, игра автослалом. Игра «Ну погоди» была самой популярной в серии, возможно из-за сверхпопулярного в Советском Союзе одноименного мультсериала. Каждый фильм отличался высоким качеством, но фильмов было очень мало, производилась примерно одна серия в год. Каждый ребенок в СССР с нетерпением ждал выхода очередной серии. Я в первый и последний раз столкнулся с этой игрой на авиарейсе «Москва-Минск» в 1989-м. Всем пассажирам предлагалась возможность бесплатно поиграть в эту игру во время полета. Я тогда был 19-летним студентом. Мне игра понравилась. Время полета прошло не заметно. И давайте поиграем в эту игру, используя компьютер «Коммодор Плюс 4». Сначала мы видим отличную заставку из мультфильма. Затем появляется инструкция по управлению. Можно выбрать два варианта игры. Второй сложнее. Во втором варианте яйца катятся по всем четырем лоткам, а в первом только по трем. И скорость во втором варианте выше. Собственная игра – это сборы яиц. Их надо успеть положить в корзину, иначе они разобьются. Больше яиц – больше очков. Три разбитых яйца – игре конец. Если яйцо не удается поймать в присутствии зайца, то штраф уменьшается вдвое. И яйцо не разбивается. Вместо этого из него улыбляется цыпленок. Если набрать побольше очков, то штрафы за битые яйца аннулируются. Интересно, что среди детей существовала легенда, что если набрать максимальное число очков, то на экране покажут серию из мультфильма. На старой игре это было технически невозможно, а на «Коммодоре» у меня это не получилось проверить, потому что набрать всячески непросто. Мне понравился этот ремейк старой игры. Из-за многосветности графики, играть на «Коммодоре» веселее, чем на оригинале. Как уже говорил, эта игра только одна из серии, где было около 30 разных игр. Поэтому ждем появления следующих ремейков, игр из этой серии. Для «Коммодора» ремейк сделали венгерские программисты Саба и Хронос. Не могу удержаться, чтобы искренне их не поблагодарить. Кстати, ремейки этой старой игры есть и для андроида, и для любого веб-браузера. Спасибо за просмотр.